Всем добрый день! Меня зовут Наталья, у нас урок русского языка, и сегодня наша тема – знаки препинания при цитатах. Ну, что я могу сказать? Начну с того, что все учителя литературы любят цитировать классиков. И, по моему мнению, цитаты из книг и фильмов, ставшие знаковыми, составляют культурный код, по которому мы можем определять людей своего круга. Вот в этих предложениях употребляются слова цитировать, цитаты. И тема наша сегодня – знаки препинания при цитатах. Так что же такое цитаты и что значит цитировать? Цитата – это чужие слова, вставленные в текст чьего-нибудь устного или письменного высказывания. То есть, когда в своей речи, устной или письменной, мы хотим привести чьи-то слова, будь то писатель, будь то уважаемый нами человек, будь то ученый, будь то хоть знакомый наш, но мы хотим вставить в свое высказывание его слова, то вот это и означает цитировать. Это и называется цитатой. Если же говорить о знаках препинания при цитатах, то, конечно, самое главное, что цитата в любом случае будет выделена кавычками. Потому что если обычным предложением мы передаем условно наши слова, нашу речь, то, коли мы вставляем в наши слова что-то чужое, это же чужое как-то должно визуально отделяться, чтобы читающий человек понимал, что это не я сказал, а Пушкин, например. Вот для этого нам как раз и нужны кавычки. Если цитата является частью предложения, то она выделяется только кавычками и пишется с маленькой буквы. Посмотрите, пожалуйста. Горький говорил, что труд основа культуры. Вот труд основа культуры это слова Горького, собственно говоря. Здесь цитата введена как часть предложения, как часть предаточного предложения. Она выделена просто кавычками, она написана с маленькой буквы. Но если бы я это предложение построила как предложение с прямой речью, Горький говорил, двоеточие, кавычки открываются, большая буква, труд основа культуры, кавычки закрываются. Так тоже можно было бы сделать. В таком случае цитата выглядит как предложение с прямой речью. Такое тоже может быть. Второй пример. Комедия дает Чацкому миллион терзаний. Миллион терзаний это слова Гончарова о комедии Грибоедова. Поэтому эти слова также взяты в кавычки. И здесь цитата вводится просто как часть предложения, как фрагмент предложения. Цитата, состоящая из нескольких абзацев, выделяется кавычками только в начале и в конце. То есть в начале цитаты кавычки открываются, в самом конце они закрываются, несмотря на красную строку. Вот в примере как раз у меня употреблены слова Гончарова из статьи Миллион терзаний. В статье Миллион терзаний Гончаров писал. Далее начинается цитата. Здесь она введена как прямая речь. Сам Грибоедов приписал Горечацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме. Дальше начинается другой абзац. Можно было подумать, что Грибоедов из отеческой любви к своему герою польстил ему в заглавии. Цитата закончена, кавычки закрылись. Итак, кавычки открыты только в самом начале цитаты и закрыты в самом конце, несмотря на деление цитаты на абзацы. Далее. Очень важный момент. Если мы цитируем стихотворный текст, причем делаем это с точным соблюдением стихотворных строк, то кавычки при такой цитате не ставятся. Я не могу вам этого объяснить логически, я просто советую это хорошенечко запомнить. В стихотворных цитатах, если эти цитаты переданы прямо четкими стихотворными строками, такие цитаты кавычками не оформляются. Обращаясь к Чаадаеву, Пушкин писал двоеточие, а дальше идет стихотворная цитата, отрывок из стихотворения к Чаадаеву. Товарищ, верь, зайдет она звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна и на обломку в самовластие напишут наши имена. И вот эта вся цитата стихотворная кавычками не выделена, но при этом она должна быть написана четко стихотворными строчками, как в оригинале. В этом случае, помните, каждая строка стихотворная пишется с красной строки и с большой буквы. Далее. Если в цитате делается пропуск, а такое бывает, нам иногда нужно процитировать какой-то фрагмент, но где-то в середине много информации, которую мы в принципе можем выпустить. Нам важны то, что в начале слова и те, которые в конце. Так вот, в принципе, это возможно, да, но если мы делаем пропуск в цитате, то на месте этого пропуска обязательно нужно ставить многоточие. Причем этот пропуск может быть как в начале предложения, так в середине и в конце. Посмотрите на примерах. Белинский писал, открываем двоеточие, ставим, открываем кавычки, здесь цитата вводится как прямая речь, а вот дальше мы приводим слова Белинского не с самого начала предложения цитируемого, да, а где-то с серединки. И тогда мы ставим многоточие на месте пропуска и пишем следующую часть уже с маленькой буквы, потому что это не начало предложения. Поэзию можно разделить на два, так сказать, отдела. Добролюбов писал, снова, да, вводим цитату как прямую речь. Вся деятельная сторона чувства законности, многоточие, потому что пропуск, исчезает в темном царстве. Здесь пропуск сделан в середине цитаты. И, наконец, в конце цитаты Чернышевский писал, искусство напоминает нам о том, что интересно для нас в жизни. Многоточие, а дальше уже только закрываются кавычки. Если указание на автора цитаты следует непосредственно за самой цитатой, то имя автора мы заключаем в скобки, а точка, которая должна была бы стоять после цитаты, да, в конце предложения, она переносится за скобки. Посмотрите, пожалуйста, как оформлена у меня цитата Булгакова. Рукописи не горят. Кавычки закрыли, открыли скобки, написали имя автора, скобки закрыли и только потом поставили точку. Особый вид цитаты – это эпиграф. Это цитата, которая помещается перед целым произведением или перед частью произведения, перед главой. Эпиграф, как мы знаем, пишется с правой стороны. Эпиграф кавычками не выделяется, а ссылка на автора дается ниже и без скобок. То есть здесь надо запомнить, что эпиграф пишется без кавычек и без скобок. Вот ничего лишнего, только сам текст и фамилия автора. Литература, изъятая из законов тления, она одна не признает смерти. Салтыков-Щедрин. Цитата в качестве эпиграфа дана без кавычек, а фамилия автора в данном случае без скобок. Давайте поработаем теперь практически. Итак, я вас прошу расставить знаки препинания при цитатах. Вот первое предложение. Поставьте урок на паузу, запишите это предложение, расставьте знаки, а потом вернитесь ко мне, и мы вместе проверим. Итак, проверяем. В грозе, подчеркивал Добролюбов, есть что-то освежающее и ободряющее. Итак, ну что мы скажем? Что является цитатой? В грозе есть что-то освежающее и ободряющее. Вот цитата. Она здесь введена как прямая речь. Это предложение с прямой речью, когда слова автора находятся в середине прямой речи. Поэтому мы поставили кавычки в самом начале цитаты и в самом конце цитаты. А слова автора, подчеркивал Добролюбов, мы ввели как слова автора при прямой речи. Посмотрите, пожалуйста, чтобы все было верно. Следующий пример. Проверяем. Калашников, герой Лермонтовский, закрывает свою лавочку дверью дубовую да немецким замком сопружиною. Здесь цитата вводится как часть предложения. В чем сложность таких предложений? В отличие от предыдущего, где четко нам сказано, что это подчеркивал Добролюбов, писал Добролюбов и что именно он писал. В таких вот предложениях, чтобы правильно расставить знаки припинания, нужно четко знать, что является цитатой. Калашников закрывает свою лавочку дверью дубовую да немецким замком сопружиною. Где начать, где поставить эти кавычки в начале, где начинается цитата? Вот тут мы должны хорошо знать цитируемые источники, цитируемые тексты. Или, если сомневаемся, проверять себя, как бы залезая в эти самые тексты и источники. Итак, цитаты, важный момент, важное умение, умение цитировать, важное умение для культурного человека. Я начала с того, что некие цитаты являются даже своеобразным культурным кодом, по которому мы можем узнавать своего человека, своих людей, людей, одних с нами взглядов, представлений о жизни. Поэтому, наверное, на эту тему стоит обратить внимание, и чтобы употреблять цитаты в речи правильно, и чтобы уметь их правильно оформлять письменно. До новых встреч, всего хорошего!